Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал Радиоцентр Сангейтс начинает свою программу. В Чикаго 8 часов утра, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон, 9 часов утра, на западном только 6 часов утра, это Калифорния, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, в Москве в этот час 16 часов, и у нас на связи Россия-Москва и астролог Андрей Бухарин, руководитель астрологической школы. Андрей, здравствуйте! День добрый, Майкл! Добрый день всем радиослушателям Сангейт-радио! Да, добрый день всем! И надо отметить наши координаты, так сказать, чтобы вы, если захотите, задавали свои вопросы. И это тройное W sungatesradio.com, sungatesradio.com, это Facebook, одноименное название Sungates Radio. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра Sungates, страничка в Facebook, тоже Майкл Мелехов. Ну и программа у нас записывается, выставляется в YouTube, поэтому, если вы подписаны на каналы, вы получаете сразу, мгновенно, так сказать, программу, которая выходит. Эта программа записывается тоже. Посмотрим в двух программах, на всякий случай дублируем. С астрологами это же непредсказуемо. Они же там, в Меркурии не там находятся, поэтому рассоединение происходит, поэтому мы дублируем все программы и будем их записывать. У нас есть скайп, скайп, sungates108, солнечная ворота на конце буква S, sungates108, можете задавать свои вопросы, что, в общем-то, те люди, которые в контакты нас добавляют, уже это делают. Андрей, давайте я предлагаю, как всегда, у нас приоритеты нашим радиослушателям, а не то, что мы с вами хотим сказать, особенно я, вам есть чего сказать, ну, а я буду соответствовать, так скажем. Так вот, вопрос поступил. Там, собственно говоря, ряд вопросов. Я озвучу несколько из них и попробуем тогда ответить. Ну, это, судя по всему, да, это Россия. Это из России задают вопросы. Вот прогноз. Что на выборах в Государственную Думу 18 сентября? Вы понимаете, я считаю так, что в Думе есть свои астрологи, поскольку они знают, что примерно в это время, где-то в середине сентября заканчиваются какие-то неблагоприятные периоды, поэтому вот назначены выборы на 18 сентября. Вот, что вы видите в этом плане? Ну, хочу сказать, что на этот период еще, кстати, не оканчивается. 18 сентября там озвучено или октября? 18 сентября выборы. Ну, это вам, я не знаю, когда у вас. Да, я просто уточняю. Там до 22 сентября ретроградный Меркурий идет. Собственно, как бы ни было каких-то пересчетов еще дня 4 после окончания этого, потому что на ретроградном Меркурий, как всегда, все договоренности, все расчеты какие-то потом пересматриваются. То есть, либо ошибки вкрадываются в это, либо, ну, какие-то вот такие детали мелкие. Что бы я хотел отметить, что выборы в Россию в Государственную Думу, они совпадают с одним... У меня книга одна на выходе есть, кстати, про американских президентов, пока там эту тему затронул. Такое, скажем, небольшая ее реклама, пока еще не вышедшей книги. Но исследования мои, они известны еще с 2000... Какого там года, когда еще Обама на второй срок шел, 12-го, кажется. Там, собственно, суть-то в чем была? Суть в том, что все выборы сейчас, в настоящее время, ну, очень многие, происходят в подозрительно астрологически правильное время. То есть, это вот одна из моих точек зрения, подтверждающая ваш вывод, что астрологи наверняка тут принимают работу, потому что такой, ну, случайным это не назовешь. Когда на небесах соединяется Солнце с Юпитером, либо оно в Трине, либо оно в Секстиле, всегда, ну, процентов, я не знаю, 90-95, происходят выборы, происходят инаугурации президентов. И вот сейчас, буквально будет в конце сентября, сейчас посмотрю, когда 26-го сентября будет точное соединение Солнца с Юпитером, ну, оно где-то недельку как раз, Орбис, соединяется, как раз за неделю до этого и выборы происходят в Госдуме. То есть, тоже такое вот астрологически в целом стратегическое время выбрано подозрительно, скажем так, правильным таким. Вы знаете, с моей точки зрения это говорит о все возрастающем росте популярности астрологии, поскольку, так сказать, ранее, еще несколько, пару десятков лет тому назад это как-то было в загоне. А еще ранее, ну, отдельных товарищей даже сжигали на костре, инакомыслящих. Вот, поэтому это радостно, это радостно. И количество людей, присутствующих у нас сегодня, вот я смотрю на экран, в эфире, которые слушающие в прямом эфире нашу программу, оно как-то растет, растет. Это радует. Поэтому, да, так что по поводу выборов? Я не знаю, правда, что на выборах, что означает, что на выборах в Государственную Думу? Драки будут? Я не знаю, что этот вопрос подразумевает. Ну, слава богу, в Российской Госдуме такого цирка... Почему? Я где-то читал по поводу нашего всем известного драчуна. Нет, Драк я не помню у нас. Как? Разве Жириновский там не устраивал какие-то эксцессы? Ну, это может быть по телевидению. Наверное, на выступлении... Специально, отдельно на телевидении там снимали. В Государственной я не видел. Там все прилично. Ну, слава богу. Ну, я шучу. Ну, с выборами будет все в порядке, я так полагаю, да? То есть, давайте перейдем к следующему вопросу, поскольку для меня... Что на выборах? Хорошо на выборах, все в порядке. Я там уже интересуюсь, какая фракция наберет больше голосов или что. Ну, я вам скажу так, что в целом, если подходить с позицией того... Я сразу скажу, что отдельно я прогноз не давал, какая фракция... Ну, это просто совершенно другой объем работы и, как бы, меня сейчас другим занят. Но, в целом, тренд такой идет, что, как бы, усиление КПРФ, если так кратко сказать. Вот по... Ну, я не сторонник, не, как бы, не противник. Я просто говорю о том, что тренд такой он идет. Простите за мое, так сказать, я достаточно... Коммунистическая партия. Коммунистическая партия. Во главе, как я помню, был Зюганов, да? Сменный лидер, да, Зюганов. Да, у нас есть бессменные в истории лидеры, да. Но сейчас кто победит? Вот сейчас будет, когда Юпитер будет у нас... Где он находится? Он уже будет находиться в весах в это время, да? Да. Вот. Поэтому будут побеждать те, у кого, скажем так, в начале весов находится Юпитер в натальной карте лидеров. Просто надо посмотреть. Ну, не только весов, а вообще тригона воздуха. Ну, если так, коллегам астрологическая подсказка, какие партии будут набирать. Но, в целом, то есть, по выборам можно сказать только то, что они проходят... То, что этот... Мне кажется, что могут быть пересмотрены результаты, потому что на ретроградном Меркурии будут проходить они. Понятно. Хорошо. Давайте к следующему вопросу. Тут много, на самом деле, вопросов. Мы все вряд ли рассмотрим. Поэтому, может быть, покороче отношения и перечисления стран бывших советских республик, и в том числе западных стран, допустим, Украина, Белоруссия, Казахстан, Соединенные Штаты, Китай, Турция. Ну, я могу еще что-то, 20 добавить, но давайте мы... И что? И что, 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 что? А я не знаю, какие отношения будут? Хорошие, плохие, я, наверное... Во-первых, ну, опять же, вот если советское, постсоветское пространство наблюдать, то все, без исключения, вот эти молодые независимости, которые появились в период развала Советского Союза, они появились в пределах, ну, там, года-два, да, вот так массово. То есть, они имеют дальние планеты в своих гороскопах практически, ну, приблизительно в одних и тех же положениях. О чем это говорит? Говорит о том, что когда эти планеты начинают аспектироваться, ну, например, какими-то тоже медленными дальними планетами другими, то события этих страны вовлекаются в длительные, либо кризисные, либо, наоборот, в какие-то успешные события. Поэтому я, кстати, на это обратил внимание еще в 90-х годах, и вот, скажем, с таким сожиданием ожидал вот эти... периоды, которые в настоящее время, ну, скажем так, с интересом таким, да что ж тут будет происходить. Ну, я понимаю, что в целом сейчас период будет, то есть он уже, в принципе, начался период, когда начались меняться границы этих стран и будут, я так понимаю, в дальнейшем проходить тренды, то есть тренд такой метаморфоз этого именно постсоветского пространства, если так это можно выразиться, а в сторону объединения. То есть не... ну, до этого еще, ну, как бы вот тренд на хороших аспектах, это будут, как говорится, объединены такие процессы глобализации эти, на деструктивных процессы дальнейшей дефрагментации крупных, там, или не очень крупных проекций. По годам это где-то 17-й год, вот сейчас 17-й, ну, я уже озвучивал, что крайние изменения происходят, рубеж это 19-й год, 20-й, и там перемены, если так сравнить 19-й год и 25-й, когда начинаются новые диалоги, когда идеология, скажем, какого-то, если это можно выразиться, ну, водолейского такого тренда, когда очень может быть даже, что общество будет иметь не вертикальную структуру власти, а горизонтальную, то есть начнется внедрение такого мировоззренческого такого процесса на Земле, и он начнется именно вот, как я вижу отсюда, то есть, ну, где я живу, то есть Россия, Украина, Белоруссия, где-то вот из этих мест. Ну, моя точка зрения такая, потому что, например, вот в западных странах я таких, скажем так, тенденций к этому не вижу, ну, если так выразить мою точку, ну, сугубо моя точка зрения. А как насчет Украины? Там серьезная направленность, в общем-то, сейчас? Ну, я хочу не свои слова сказать, а еще, которые я слышал в 1990 году, в августе 1990 года. Напомню, что это был еще цел Советский Союз. Я был на лекции Павла Павловича Глоба, который тогда ездил по всему Советскому Союзу и рассказывал о том, что Советский Союз развалится. Мы все это слышали с таким, как это он развалится? Советский Союз вечен там и так далее. И он рассказывал, что ту порту Украину, например, я лично, я свидетель, я это сам слышал, и не я один, что Украина будет независимой. Это еще был Советский Союз целый, еще он рассказывал. Дальше, говорит, пройдет время, Украина станет развалиться на три части. Черт говорит, это не мои слова, это его. Он был так, западная, центральная и восточная Украины. Крым и Закарпатья, они будут Крым автономия, Закарпатья офшорная зона. Вот так он даже называл. То есть не говорил, составили либо отдельно. Мы видим тренд, какой идет процесс идет, какой сейчас. То есть сроки он не называл. Поэтому, когда Советский Союз развалился, все, кто слушал тогда лекции, кто был, все думали, ну, значит, вот через год, через два процесс дальше пойдет. А он, видите, на 24 года затянулся. Поэтому для меня это не новое. То есть те, кто думают, что это происходит случайно и так далее. Я вас понял. На самом деле ничего такого страшного и непонятного здесь нет. Можно привести пример Югославии, которая разделилась там на много различных частей. Слушай, как Украина, кстати, да? Где-то три или четыре там. Да, поэтому здесь вполне возможно и такое развитие событий. То, что Глоба говорил. Я могу сказать, что задолго до того, как говорил Павел Глоба, у меня есть знакомая, я сновидящая, не буду называть ее имени, которая, это неизвестный факт, он нигде не публиковался, но когда-то, скажем, в узком, очень узком кругу, задолго, повторяю, очень задолго, до развала и до предсказаний, она сказала, прямым текстом, Шеварнадзе, который был тогда министром, по-моему, сказала, что после развала Советского Союза вам не стоит становиться президентом. И тогда никто ничего не понял, о каком развале идет речь, вообще-то говоря, и о каком президентстве идет речь. Тогда таких понятий-то не было. Понятие президента уже вошло еще только при Горбачеве. Это было задолго до этого. Ну да, это первый, кто президент Горбачев, там генеральные секретари все были тогда. Да, да. Хорошо, давайте мы перейдем к следующему вопросу. Вот отношения с Америкой, Китаем, Турцией. Ну, не знаю, про Китай мы уже говорили с вами, да, Турция, а в Турции происходят какие-то типа государственных переворотов, и, в общем-то, астрологи с нашей территории Соединенных Штатов говорят о том, что, в общем-то, все взоры должны быть устремлены туда, поскольку, если происходит в любой стране, государственные перевороты, это событие достаточно серьезное. Но, тем не менее, коротко, какие улучшатся, ухудшатся, останутся такими же, нету ничего, главное, что нету никаких-то таких серьезных. Я бы, знаете, вот, близне-восточные направления, как говорится, Восток, дело тонкое, и я бы так не... излишним оптимизмом бы, так бы, не сиял бы по поводу улучшения отношений между Россией и Турцией, потому что мне очень не нравится, скажем так, весь этот сыр-бор, который там происходит, и как бы не было новой волны эскалации между нашими странами, и, опять же, из-за того, что там могут происходить какие-то события, ну, в том числе и дворцовые, такого плана. Я и про Турцию говорю. Да, я понимаю. Давайте все-таки я сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что практически на всех радио ее надо делать, это называется по-английски дисклеймер, руководство радио и управления не всегда согласны с мнениями гостей в эфире, и это всего лишь мнение, поэтому мы не трогаем. Вообще-то говоря, радиоцентры Сан-Гейтс это вне политики, но прогнозы они должны быть, мы живем в мире, и политика существует, поэтому мы, так сказать, в тренде находимся. Можно, Майкл? Да, ну, как бы, все, да, я могу, я хотел бы обратить внимание на не только Россия-Турция, сколько Турция-Греция, потому что если между Турцией и Грецией, и обратите внимание, есть такой тренд интересный, что вытеснение Греции из Евросоюза и как бы ее впихивание в таможенный союз, такой тренд существует, и объясняется это в том числе еще общей, скажем так, религии, что и там, и там православие, поэтому как бы мы должны быть вместе. А здесь проблема вот в чем, что между Турцией и Грецией есть замороженный военный конфликт на Кипре, и вот тут может быть такой вариант, как был в Первую мировую войну, когда Россия влезла за Францию и Англию, а в конце концов осталась одна, как бы один против Германии, одна с одной, и в конце концов все события, которые последовали после Первой мировой войны, ну, всем известные события. Вот здесь как бы следует вот это, такой, скажем, удар хвостом, да, как ушулись, такой прием, удар хвостом дракона, да, как бы его опасаться, как бы невидимо скрытый, и сзади такая мощная сила присутствует. Поэтому вот тут, скажем, вот оттуда, если таким образом, даже я бы обратил внимание, там следует смотреть, если там начинаются какие-то осложнения, и вот астрокартографически смотреть на эти регионы, тогда можно, ну, скажем так, делать прогнозы, накаляться будет или нет тот регион. Но в целом, я продолжаю, если вы помните, я рассказывал о том, что три места на Земле, которые идут до 22-го, кстати, августа, еще не закончилась транзитная петля Марса, которая длилась, память не изменяет, где-то с 17 апреля, кажется, я сейчас посмотрю, у меня таблица тут, она есть. Вот. Ну, этого года, 2016 года, нет, с 18 февраля 2016, 17 апреля, там это на ветроградной фазе. И вот тогда возникли как раз три проблемы, то есть это Южно-Китайское море обострение, Ближний Восток и на Украине. И вы видите, что вот сейчас события в Крыму, которые очень и очень, ну, скажем, такое нехорошее, скажем, последствия могут иметь, очень серьезные, если, не дай бог, это подобного рода такие вот провокации и будут повторяться, ну, или как это назвать, провокациями, не провокациями, ну, такого плана события будут, если оно еще, дай бог, повторится, то, конечно, продлить, то есть повторение, то есть усиление напряженности в этом регионе, такими предкорректными словами выражусь, оно, ну, как бы неотвратимо. Поэтому я вот и жду, скажем так, не то, что даже жду, правильно сказать, а очень с большим опасением ожидаю последнюю неделю, именно, даже последние полторы недели августа, именно в связи с тем, что на Украине может начаться очень, ну, под затмение, очень там какие-то кризис очередной, ну, так, если кратко. Обратите внимание, нигде в другом месте такие темы нет, войны, или где-то есть, поправьте меня, может, я где-то шли, это может там в Гренаде в какой-то, в Африке, может, где-то такая, нету, вот они, три очага таких основных. Вы имеете в виду на сегодняшний момент? Ну да, ну, в общем, таких, а какие, или есть где-то еще такие, может, где идут? Ближний Восток, Южно-Китайская, ну или... Ближний Восток там перманентно идет. Ну, а где-то еще? Ну, Украина же тоже там никогда войны не было вообще, понимаете? Ну, в общем, Сирия, Ирак там тоже есть. Это узел, как раз, в Сирии, да, это здесь он присутствует. А я говорю, ну, во-первых, Украина, то есть это же мирная территория была после Великой Отечественной войны. Понятно. Там тоже редко это все. Да, Андрей, давайте следующий вопрос. У нас, собственно говоря, человек озвучил много вопросов, мы их все не рассмотрим. Катаклизмы. Катаклизмы. Если да, то где и какие? Имеется в виду территория России, близлежащая, ну, постсоветское пространство, будем так говорить, европейской территории. Ну, давайте так, сходу я сейчас не отвечу, я могу к следующей передаче подготовиться. Вот, чтобы... Как подготовленные тогда? Да. Это речь идет конкретно о России. Ну, хорошо, какие специальности? Вот, куда людям податься сегодня в условиях продолжающего кризиса, допустим? Какие отрасли? Я вот это озвучивал уже давно, с 2008 года, и говорил о том, что все юристы-финансисты в будущем будут, ну, если не безработными, то, по крайней мере, будут иметь меньше работы, чем у них было в период, когда экономика накачивалась вот этими шальными деньгами. Самое выгодное и такая, это продовольствие. То есть, это тема производства, продовольствия и торговли. Потому что, ну, например, я говорю про Россию, например. В России 70% это импорт, вдумайтесь. У нас 30%, только это вот сами производим. То есть, это же любая эмбарго или что, она вызывает сразу рост цен на продовольствие. И, ну, я уже не буду говорить такие вещи, что какие-то нужду сильную такую в продуктах питания. Но, тем не менее, 70% своим можно же производить и что-то, скажем так, как-то эту нишу заполнять. Тем более нормального питания. Не вот этого, там, трансгенного, который нам, какой-то там, этот чеснок, например, нам белый такой шлют, который зиму не... Яблоко в магазине разрежешь, ну, в который покупаем. Оно, проверьте сами, вот кто может проверить это. В нем железа нет. Оно белое сутками стоит, оно не окисляется. Домашнее любое яблочко ты съел, не успел его даже доесть, оно уже окислилось. Оно темным стало. Картошка. Там не только железа нет. Да. Трудно найти, что там есть. Оно выглядит, как яблоко. Оно красивое, сладкое такое, не разлагается. Я помню лет, не знаю, лет 17-18 тому назад поехал тут в другой штат и взял с собой яблоко. Оно мне пролежало, я там был дней 10, наверное. Оно мне пролежало, причем это было зимой, соответственным образом там топили, это было довольно жарко. Я забыл его, оно у меня в сумке там или в чемодане пролежало. Я когда приехал обратно, я нашел это яблоко. Оно выглядело, как будто только вот, так сказать, с дерева. То есть, как оно может, как вот такие яблоки. То есть, там червяки не заводятся сегодня уже. Да, да. Поэтому, Ниша, вот если вы меня спрашиваете, чем я рекомендую именно заниматься этим и энергосберегающими альтернативными способами, например, получения энергии, которые... Я знаю, что это ниша такая, что много ученых, которые этим занимались, они имеют... Они имеют трагическую судьбу, как правило, потому что они переходили, ну скажем так, вот этим транснациональным корпорациям, которые на углеводородах сидят и так далее. Но, тем не менее, у человечества нет будущего, как выходе... Как кроме будущего, когда оно сойдет с иглы вот этой углеводородной игры, иглы, которая разрушает экологию, делает пустоты, сейчас провалы такие у нас идут там в Сибирь, везде где эти нефтедобывающие... Да и везде это, и в Америке есть, это можно в интернете посмотреть. То есть мы... Ну что делается? Выкачивается нефть, образуются пустоты, то есть нарушается экология и так далее. Я уже не говорю про какие-то гидроразрывы, когда добывают газ, сланцевый так называемый газ. Это вообще опасно для, в принципе, для всего живого. На новой технологии выход, Майкл, на новой технологии выходить надо. То есть именно если мы живем в резонансе с грядущей эрой водолея, то есть здесь надо стратегически понимать, постараюсь минут пять уложиться, стратегически надо понимать тенденции стратегически. То есть есть уходящая эра рыб и все, что с ней сигнифицируется, то есть что порождено этой эрой, а порождено этой эрой, я уже говорил, это вертикальная структура власти и углеводородная, скажем, такая тема, ну скажем, эксплуатации, основной энергоресурс какой? Нефть. А нефть это мутная жидкость, она уже сама по себе соответствует знаку рыб. Эра водолея это гравитация, это торсионные поля, это электричество в конце концов. То есть это все то, что более экологично и на порядок эффективное по, ну скажем так, чем двигатель внутреннего сгорания, например. А вы оглянитесь кругом, когда меня спрашивают, что то есть есть точки зрения, что эра водолея наступила, я говорю, так оглянитесь кругом. У нас все самолеты, что у нас, летают на антигравитационных двигателях? Нет. Они летают на керосине. У нас все армии всех стран мира, они что на каких-то там, они летают, они у всех там солярка, что там, бензин. То есть они все, ну как бы старинные энергии с этой уходящей эреры. Значит, перед тем, как перейти в новую эпоху, это все как-то должно быть дефрагментировано. Поэтому, кстати, вот из этого тренд, что будет усиливаться военная фаза мирового кризиса, к сожалению, потому что это все должно как-то утилизироваться. Понимаете, в будущем нет места двигателям внутреннего сгорания. Ну нет им места. Это уже, это знаете, как паровые машины. Вот была эпоха паровых машин, вот наступила эпоха уже двигатель там, дизель когда изобрел там или что-то. Вот все, паровые котлы, да, они стоят где-то там на случай войны, эти паровозы, ну а так они же не эксплуатируются. Ну они стоят только для того, чтобы потом фильм снять, показать. Не, на самом деле на случай войны стоят у нас паровозы на каждой станции, да, практически взломы, да. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем беседовать с Андреем Бухариным, астрологом и это тройное W, sungatesradio.com и скайп, пожалуйста, есть люди у нас на линии в скайпе, задавать свои вопросы, пока еще есть некоторое время. Для этого в живом эфире мы можем это озвучить. SunGates 1.08 это наш скайп. Андрей, давайте мы в преддверии вот этих событий планетарных и затмений, коридора затмений, который у нас грозит, ну в хорошем смысле предстоит. 18-го числа у нас будет полнолуние, правильно? И у нас это, в общем-то, лунное затмение, да? Ну и 1-го сентября, да. Ну вот давайте хотя бы об этом, поскольку вряд ли мы встретимся уже в эфире до этого события. Ну да. Да. Что вот, скажем, нам предстоит пережить? Как к этому готовиться? Ну, во-первых, хочу сказать, что именно, ну, если мы по, именно как пережить, есть практика затмения. Практика затмения заключается в том, что периоды затмений, это те периоды, когда не рекомендовано занимать, скажем, начинать новые дела, когда надо исправлять прошлое. То есть, скажем так, не формируем будущее, а исправляем прошлое. Ну, по крайней мере, до, ну, периода убывающей луны и полнолуния, и вот солнечная затмение, хотя на солнечной затмении формировать будущее есть смысл, но только после того, как исправляем прошлое. Ну, примерно до 30-го августа. Да, то есть, есть это время прекрасное, чтобы отказаться от вредных привычек. Вот, кстати, все, кто курит, там, либо имеют какие-то зависимости, такие игровые, либо алкогольные, либо там, наркотические. Очень хорошо бросать и легко дается, это именно будет на 18-е число, а это психологические комплексы хорошо избавляться. И на 31-го, правильно, потому что солнечное затмение будет 1-го сентября, 9-03 по Гринвичу, а как раз перед ним, вот за день до солнечного затмения, то есть 31-го августа, как раз хорошо бы поголодать. Ну, вообще, перед новой луной хорошо избавиться от чего-либо, потому что на убывающей луне мы теряем жидкость, мы хорошо выводить шлаки, иными словами. А на растущей хорошо, наоборот, себя после того, как мы что-то избавились от ненужного, это место, скажем так, восполнить, какими-то там соки попить, ну, какими-то полезными веществами наполнить. Это если вот с позиции такой здоровья подойти. С позиции бизнеса, я уже говорил об этом, еще раз скажу, что благоприятное время уже, скажем так, заканчивается, хорошо, уже как бы в этом месяце начинается постепенная остановка Меркурия, начнется через недельку, то есть он остановится полностью 30-го августа, но реально он уже где-то дней за 5 уже начнется торможение. Меркурия – это наше мышление, это контакты, контракты, переговоры, и если мы делаем на ретро-Меркурии первые контакты, договоры, знакомства, они, как правило, потом, когда Меркурий меняет свою фазу, обе стороны пересматривают эти договоренности и находят их, но, скажем так, находят их, что не устраивает, причем обе стороны, не так, что одну устраивает, вторую нет, обе стороны недовольны этим. И потом, поэтому эти все договоренности, как правило, разрываются, ну не сразу, где-то обычно на следующем ретрофазе или на какой-то очередной, но все это время тягомочено идет между этими партнерами, поэтому рекомендую сейчас закругляться, заканчивать какие-то проекты, и не первые, практически в сентябре, три недели первые, это период застоя в бизнесе, то есть не рассчитывайте, уважаемые предприниматели, на то, что в это время партнеры будут вовремя и точно все исполнять, у них тоже будут задержки, поэтому, ну как бы, во-первых, психологически подготовиться к этому, то есть нервы поберегите, а во-вторых, в принципе, в дело в это время лучше, скажем, исправить ошибки в бухгалтерии, там документы какие-то, потому что лучше здесь хорошо по принципу, знаете, если по аналогии армейской, то на директном Меркурии хорошо наступать, а на ретрофазе Меркурия надо копаться, там раненых в тыл, подтянуть, там грубо говоря, ну все, что надо для будущего продвижения, то есть период сна, кстати, по этому циклу, он интересен, Майкл, знаете чем, что он как раз показывает соотношение бодрствования и сна, какое должно быть, то есть вот три месяца директного Меркурия и три недели ретроградного, это где-то, ну где-то так получается где-то шесть часов, как бы одна четвертая суток на сон надо, то есть реально на сон где-то шесть часов надо, это по космическому циклу, так чтобы выспался и заодно, ну лишнего тоже, хотя трудно, но надо, но если так будем по циклам жить космическим, то будем успевать и при этом не будем изнашивать организм, потому что меньше шести часов сон это уже износ организма уже идет, хотя насколько я помню, кажется, Амуре де Бальзак, он спал там четыре часа в сутки, если мне память не изменяют. Ну и Эйнштейн спал мало, на самом деле мы заряжаем свои батареи, сон это сон, отдых это отдых, это разные вещи, разное мнение существует, если вернуться в ведические времена, об этом говорил Йог Патанджили, но да, в принципе сегодня надо, сегодня у нас ритм жизни такой, что нам надо восстанавливаться, даже помимо того, как мы себя чувствуем, но циклы все равно у всех-то ведь разные, правильно, поэтому индивидуальные циклы их нельзя отменять, вы сейчас говорите в общем, поэтому если, дорогие друзья, у кого-то есть желание узнать свой собственный цикл персональный, то можете обращаться. Хорошо, дальше поехали. Ну, по поводу как раз вот именно, что усиление мирового кризиса, вот в принципе вот сейчас 18 числа это будет как Рубикон в сторону кризисности, я уже говорил, это период, то есть когда квадрат урона с Плутоном начинает сходящийся аспект опять квадратуры, она не точная, но она все равно, мысли, они точно и не будут войдут, но она все равно срабатывает по причине, потому что, ну, не знаю, там орбис 6 градусов, он как практика показывает рабочий орбис для Плутона, и на практике это происходит. К чему я это, кстати, еще хочу сказать, к тому, что у меня тут график есть Газпром открытый по его акциям, я как раз хотел добавить вот в плане, вот, то есть ответ по поводу климата, вот там когда меня спрашивали, а что, ну, есть вопрос, да, вот был там, кажется, по поводу климата, ну, вот обратите внимание, что начиная с июня 2013 года, то есть период падения мировой экономики, да, там разгар кризиса, акции Газпрома непрерывно растут и растут, понимаете? То есть при этом компания берет кредиты, при этом цены на углеводороды снижаются, и любой другой там инвестор будет рассматривать, ну, рынки падают, потребление углеводородов снижается, а акции растут. Скажем, что это за расхождение, как это? Это называется дивердженс. Дивенгерцы, это, да, 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 вот не комингерцы, да, дивердженс, ну, в общем, это, да, графики, а это один из показателей того, что, как я понимаю косвенный, что это же прицел на то, что, значит, в Европе по поводу, ну, куда же трубы, кстати, трубы прокладываются, то южный поток, то северный, там и так далее. То есть увеличивается пропускная способность газа в Европу. Зачем в Европе столько газа? Когда есть еще киотский протокол, который ограничивает, скажем, потребление, да, там, тяжелой промышленности. На мой взгляд... Про запас, про запас, нехай будет. А зачем? Ну, вот с точки зрения бизнеса, ну, ладно, они на... Но вы, как собственник бизнеса, почему у вас акции растут? Если вы все закредитованы становитесь... Знаете, парадоксов много. Я как-то читал, мне тоже непонятно было, Макареевич, ну, знаете, все Макареича, он писал, ну, парадокс, нефть падает, да, а бензин, цены на бензин растет. Ну, причем растет он только почему-то в России. А нету никакого парадокса? Нету, да? Ну, у нас падает, вообще-то говоря. А я объясню, почему. Ну, сейчас вернусь к Газпрому, или рассказать про это, что за ручь. Ну, давайте закончим по Газпрому. Так вот, если и предположить, что ожидается серьезное похолодание в Европе, и цена на газ станет такой, что все вот эти, ну, скажем, годы терпения газового монополиста, они будут слегкой, скажем так, компенсированы сверхприбылью. Вот это, кстати, косвенный, почему вот нам показывают трейдинг, кстати, такие вещи геополитические, которые можем не предполагать, что что-то не так в Европе будет, причем не в какой-то супердолгой перспективе, никакой инвестор не будет ждать сто лет, когда вложится, чтобы через сто лет бизнес. То есть, это уже какие-то годы, ну, ближайшие годы серьезных климатических извинений в Европе. То есть, кто-то знает об этом, правильно? Ну, такие транскорпорации, естественно, имеют аналитические отделы, и более того, как я считаю, и астрологические отделы в том числе. То есть, это даже, нет, не именно у Газпрома, я говорю, вообще, известный... То есть, если перейти все-таки от Газпрома к климатическим изменениям, есть тенденция глобальному похолоданию вместо глобального... Для Европы. Для Европы. Да. Ну, а как вы относитесь к тому, я, может быть... Для Запада, это же, скорее всего, Европа. Другое русло перейду, но это относится все-таки к астрологии. Циклы, циклы, они заканчиваются. Вообще-то говоря, 26-тысячный летний цикл закончился в большом таком, скажем, формате. И это означает о том, что климатические полеса меняются. Ну, такое очень много раз, да. А это означает, что, ну, вот... Ну, изменение ветра, изменение течений будет. Не только. Просто льды тают вот там вот где-то в далеком севере, там травка растет, и об этом как-то не очень-то говорят. Но, тем не менее, если поискать в интернете можно найти, действительно, значительно-значительно толщина льда, во-первых, уменьшилась, о том, что действительно стало гораздо теплее. Это означает, что вот вся вот эта вот, ну, не знаю, масса вот этого льда, если она растает, можно представить, что может быть. То есть, да, идет изменение. Поэтому катаклизмы. Когда идут какие-то изменения, всегда идут катаклизмы. У нас, допустим, действительно, да и у вас, и насколько я помню, там и наводнения какие-то вот недавно, в прошлые месяцы были. Я скажу, у нас теплеет зима, заметно. Вот, правда, в этом году она была немножко посуровее такая, а так она реально, если я вам скажу, что в Москве реально зима была раньше, это полгода, ну, я говорю про 90-е годы, то есть реально где-то со второй половины октября наступала зима, ну, ноябрь уже это зимний месяц был, и снег таял только в 20-х числах апреля, то я это помню, во-первых, потому что каждое 8 марта я бегаю за цветами для своих женщин, да, вот, и, ну, у меня в семье много женщин, я... Понятно. То есть вы бегаете только один раз в году 8 марта? Нет, я запоминаю этот день, потому что надо их сохранить, живые цветы, ну, у нас все мужчины бегают 8 марта за цветами, возможно, один раз в год, но тем не менее, но бегают, знаете, все-таки дарят цветы. Так вот, тенденция, когда я бегал и кругом был холод и снег, и проблема была принести розы, чтобы они не, ну, просто от мороза не испортились, и когда в эти годы, когда снега нет, то есть я вспоминаю уже, тогда же снег все время был, а сейчас его нет, например, когда в феврале уже снега нет, понимаете, когда до Нового Года, когда в Новый Год дождь идет, это у нас, это где Москва это самая северная, наверное, столица крупная, ну, с таким населением в мире, то есть это где-то на уровне Канады Москва проходит там, то есть, ну, а в Нью-Йорке кстати, вот я не знаю, поправьте меня, так ли это или нет, там каждый год небывалый снегопад какой-то происходит вечно, у нас показывают, по крайней мере, в новостях, либо это штат Нью-Йорк, вот надо как-то определиться, потому что я знаю, что в самом городе Нью-Йорк, там зима обычно около нуля градусов всегда была, то есть она такая слякотная была раньше. Нет, нет, дело в том, что Нью-Йорк можно сравнить примерно как и Чикаго, дело в том, что самое большое озеро в мире находится там, где Чикаго, это озеро Мичикон, и это, в общем-то, как море. В Нью-Йорке находится океан, и поэтому это оказывает достаточно серьезное влияние, и нет, там нуля, если, конечно, посчитать о том, что бывает и потепление, бывает среди зимы и 20 градусов тепла, у нас позапрошлом году в Чикаго все рекорды были побиты, но смотрите, какие аномалии, то есть позапрошлом году, 17 февраля, я это помню, в течение недели стояла 20-ти градусная жара, 17 февраля, неделя, то есть все рекорды были побиты. С другой стороны, год до этого, представьте себе, правда, с ветром, температура была, если в переводе на Цельсия, не поверите, 50 с лишним градусов мороза. У Чикаго, который находится на уровне... 50, не Фаренгейтом, а Цельсия? Я перевел в Цельсию, да. То есть это было... Это практически мороз. Это было минус, по Фаренгету, минус 60 с лишним градусов. Значит, 40 градусов, единственная температура, которая сходится в Фаренгейт и Цельсия, это 40 градусов, минус 40 градусов. То есть если минус 40, вот это минус 40 по Цельсию. Значит, было выше, было... Да, это был действительно такой год. Поэтому речь идет вот об этих аномалиях. А если брать в прошлый год, то снега было мало на самом деле. Ну, короче говоря, да, что-то происходит. Ну, а теперь смотрите. Чикаго находится на одной широте с Римом, Италия. И на одной широте с севером, это с чем еще тут город? С Тбилиси, столицей Грузии. То есть когда там могло такое быть, чтобы там было минус 40 зимой? Даже, понимаете, то есть это видно, что тренд какое-то идет изменение, что вот этот арктический холод, он в Атлантике там туда концентрируется, а здесь у нас наоборот становится очень тепло. И я вам более расскажу интересное. Где-то в 2008 году у меня было приглашение на экспедицию на южный берег Белого моря. Почему? Что там было? Там, оказывается, в связи с тем, что таять начали льды, произошло то, что тысячелетием было подо льдами, стала, короче, нетронутая поверхность на тех островах, и там любопытные артефакты стали проявляться. То есть не какие-то вот, которые, скажем так, напрочь дискредитируют официальную точку зрения возникновения жизни на Земле. И это, кстати, это, между прочим, не афишируется, не рассказывается нигде в средствах массовой информации и так далее. Но, тем не менее, это очень массово. Кроме этого, еще очень похоже, что в результате этого там еще похоже происходит, почему активность в Арктике пошла очень сильная по разработке шельфов и так далее. Потому что раньше невозможно было из-за очень больших морозов, и видно, ну просто много снега и льда было на поверхности. А сейчас это тает. И, ну правильно, что есть же точки зрения, по крайней мере, информация, что льды северного ледовитого океана очень сильно уменьшились из своей площади. И они, ну, скажем так, тоже не просто так они пропадают. Значит, меняется температурный режим. Это к тому, что климат, климатическим изменением. По поводу, кстати, бензина вам расскажу. Проблема здесь очень простая. Дело в том, что экономика Российской Федерации, она экспортная. То есть бензин, то есть нефть, сырье продают на Запад. Свой нефтехим в большинстве своем он уничтожен. Он в результате перестроечных, постперестроечных процессов. И нефть, то есть мы продаем нефть на Запад, там ее перерабатывают в бензин, и бензин покупается на Западе за доллары, понимаете? А курс доллара-то выше стал. Поэтому от того, что нефть подешевела, в долларах она тоже подешевела, но курс доллара к рублю вырос, там в два раза, допустим, у нас. И ничего не поменялось. Понимаете? Вот о чем проблема. А другое дело, что когда нефть дорожает, то по логике доллар падает, то опять же, почему? Ну опять, потому что дорогую нефть покупают, оно как бы компенсируется другой чашей рису. Вот это ответ, почему в России всегда бензин будет дороже, чем в мире. Понятно. Ну если мы уже заговорили о долларе, о рубле, давайте перейдем тогда к финансам, поскольку времени у нас остается немного. И кого-то это интересует. Вот у меня тут, я, так сказать, вплотную этими вопросами занимаюсь, интересуюсь. К примеру, евро, доллар и нефть. Вот сейчас, вот у меня конкретная цифра, 45 долларов 12 центов стоит нефть. Это фьючерсы называется, контракт, который будет в сентябре месяце. То есть, ну примерно вот, значит, получается, что полтора процента выросло сегодня. И тенденция с 38 долларов, она до 45 дошла за, ну где-то за недели-полторы, по-моему. Доллар падает, потому что евро растет. Каковы тенденции? Еще раз, дорогие друзья, это всего лишь прогнозы. Поэтому те, кто следит за тем, о чем мы беседуем с Андреем Бухарином, прогноз по евро, и прогноз по евро был вниз, на самом деле это идет вверх. Это прогноз. Прогноз может быть 90%, прогноз может быть 70%, 50% и такая, и так далее. Вероятность прогноза. Опять же, на какой срок? Мы говорим сейчас про август. Какова Ваша точка зрения? Поменялась ли она по сравнению с тем, что мы беседовали две недели тому назад? Вот тенденция роста одной валюты по сравнению с другой, ну, наверное, россиян интересует вопрос рубля. У меня лично есть мои, скажем там, наработки, то, что я 20 лет этим занимаюсь, поэтому я могу с очень высокой вероятностью предсказать, чего будет дальше. Но тем не менее, давайте мы сегодня вас послушаем. Ну, благодарю, Майкл. Ну, по нефти, я полагаю, что она дойдет где-то до 47, с половины до 48 отскок будет. То есть, это нормальная коррекция, никогда линейно график не двигается строго там вниз, по линии строго вверх. Он идет, сейчас стратегически нефть падает в цене. То есть, она была 52 доллара 36 центов, она пошла вниз, дошла до уровня 41-49. Естественно, сейчас надо отскок сделать, чтобы набрать контрактов и, скажем, пробить уровень 41-49 там и опуститься до уровня 36. Следующий уровень, как бы, я думаю, 36 с половиной долларов, на котором опять будет отскок, ну, скажем, коррекция. То есть, когда нефть будет некоторое время дорожать. Но в целом этот график нисходящий пока идет. Он нисходящий идет с начала сентября, ой, не сентября, извиняюсь, шестой месяц этого июня 2016 года. То есть, вот, то есть, он тот пик, который был, вот у меня тут уровень 52-52, где-то 8-7 июня 2016 года максимальный. Он не пройден, то есть, каждый пик отскока, он ниже предыдущего. Это говорит о том, что тренд идет нисходящий. К чему это приводит? Ну, это к удешевлению рубля идет. То есть, рубль становится... Простите, я вас прерву. Тут есть несколько вопросов, которые нам задали по скайпу. Вот я читаю. Начну со второго вопроса, можно ли узнать о ближайших кризисах рубля. Давайте я попробую ответить, потом Андрей ответит. Во-первых, Андрей уже говорил, что предположительно надо вкладывать, он рекомендует швейцарский франк. Это и понятно. Если какие-то мировые напряженности, всегда Швейцария нейтральная страна. Наше ясновидящее, кстати, проживает на территории Швейцарии уже 30 с лишним лет. Мы можем спросить у него, когда будет такая возможность. Но это так. По поводу рубля. Я давно говорил и показывал это, конкретно доказывал это, когда надо покупать рубль. Был такой вопрос, кстати, к Андрею Бухарину по поводу того, как избавляться надо от долларовых накоплений. Не надо избавляться, поскольку долларовое накопление, временное падение доллара, понятно, рост всей остальной валюты по отношению к доллару. Доллар будет, ну, 90% это я даю уже, так сказать, без астрологии. Хотя и тоже как бы и в этом есть смысл. 100 долларов. 98, вот такие, значит, такие уровни. 98, 100, 102, 105 и, возможно, 108. 105 практически 90%. Когда? Не знаю. Это вопрос к астрологу, поскольку это будет. Но когда будет? Когда все это разворот будет? Я буду это видеть, но сказать заранее не могу. Вот это по поводу. Вы хотите что-то добавить? Да, могу добавить, Майкл, что я, допустим, выше ставлю, если так интересно, мои даже до 200 уровня. То есть, если... Доллар? Рублей за доллар, да. А, не-не-не, я говорю, доллар будет стоить не по отношению к рублю. Я не знаю по отношению к рублю. Я говорю сегодня, доллар стоит в относительных единицах 90, вот у меня конкретно... А, я говорю про курс. 94,50. Курс не знаю, что 100 будет. Кстати, ничего в этом удивительного нет, потому что, когда, например, когда у нас там за этот кризис был, забыл уже, в 98 году, так там за месяц рубль подешевел в 4 раза. С 6 рублей до 24. То есть, в 4 раза. Вот перед этим он был 30 рублей и стал, условно говоря, 60. Всего лишь в 2 раза. И это растянуто там уже года полтора, как растянуто. Или год точно растянуто. Так вот, это ничего в этом такого, ну скажем, так необычного, того, что не было в нашей истории недавно прошлого, нет. То есть, если он в 4 раза даже может подорожать за 1 месяц, уже было у нас в нашей истории, то это, считайте, из 30 рублей в 4 это 120 рублей за доллар. Ну, поэтому здесь, ну, опять же, я... Ну, слишком, слишком пессимистический прогноз, с моей точки зрения, 200. Мы будем... И существует такой, как бы, закон у трейдеров, тех, кто занимается. Мы идем к одному уровню. Этот уровень, как бы, называется, пробивается. Мы идем к следующему уровню. Говорить о том, что это произойдет? Не-не-не, не сейчас. Это мы, да, это мы знаем, что это будет не сейчас. Ну, можно сказать, добавить, Майкл, но август для рубля всегда кризисный месяц, между прочим. Да, и вот именно тогда, кстати, был кризис как раз 17 августа. А сейчас 18-го это вот полутеневое, там, как бы, квазизотмение. Но подозрительно тоже. Но, я думаю, до выборов в Госдуму никаких каких-то таких вот пертурбаций с рублем никто устраивать не будет. Вот. Надо, как бы, показать, наоборот, стабильность. И это, если будут, то больше будут отпускать когда-то в этом уже, может, перед Новым годом, где-то в эти периоды. Либо после Нового года, когда вот февраль-март. Я, может быть, тоже хочу немножко добавить. Дело в том, что выборы, ну, про выборы в Госдуму мы поговорили, но будут другие выборы. Будут выборы президента Соединенных Штатов Америки. Кстати, две, два парапсихолога. Одна даже в эфире у нас была на прошлой неделе. Можно посмотреть на нашем канале YouTube. Я задавал такой вопрос. По ее мнению, кто будет, она озвучила Трампа. А вторая в частной беседе. Еще ее выступление будет на этой неделе, кстати. Давно мы ее не видели у нас в эфире. Я задам этот вопрос. Тоже она сказала в частной беседе о том, что она видит, что должен победить Трамп. Ну, вот посмотрим. Так вот, к выборам президента предположительно, и это будет действительно очень и очень, будет такая волатильность по-русски. Что будет прыгать и индексы, и нефть, и доллары. Вот мы должны через это... Вот как было примерно то же самое, только в гораздо большем масштабе, когда Англия вышла из рынка европейского. Я присутствовал в этот день, естественно. Там было что-то, творилось что-то страшное для трейдеров, те, которые проигрывали. Поэтому ожидайте, что будут какие-то очень серьезные перетурбации. В какую сторону, мы поговорим об этом. До ноября месяца осталось достаточно еще много времени. И, кстати, был один момент. Один человек сказал, возможно, появление, хотя времени практически не остается, еще третьего человека, кстати. Об этом говорилось несколько раз уже. То есть, такого варианта вы не предусматриваете в астрологическом смысле? Ну, почему не предусматриваем? Я хочу сказать, что здесь я сейчас подходил с позиции не столько ясновидящего, сколько с позиции... Хотя я не ясновидящий сразу. Я понимаю, да. С позиции просто данности. Вот есть два лидера, и кто из них имеет больший показатель именно математическим путем расчет. Ну, я имею в виду астрологическим. Вот и все. А предполагать, что вот эти закулисные игры, кто третий выйдет, ну, можно предполагать. Потому что, например, на примере выборов Украины президента, я еще в 2012 году, у меня в школе, мы еще озвучивали, еще когда Владимир, то есть, Виталий Кличко был боксером, еще в политике не был. И у меня вот как раз-то техника прогноза выбора, и мы еще даже так смеялись на лекциях, что вот если бы были на Украине выборы в начале лета 2014 года, то Кличко станет, ну, выиграл бы их. И когда произошел Майдан, и почему, когда начались вот эти все пертурбации, мой прогноз был, кстати, единственный астролог, который спрогнозировал выборы в мае 2000, неожиданно, как бы, внеплановые, при живом Януковиче, внеплановые выборы 2014 года. Это факт есть. Но я планировал, как бы это, как раз-то думал, даже у меня напечатано в прессе, что победит Кличко именно по этой причине. И Кличко, он был в гонке, но его, ну, политической, на президента Украины, но его в один момент взяли и, скажем так, он перешел из одной весовой категории в более легкий вес, скажем так, если боксерские аналогии. Он пошел мэром и выиграл там мэром. То есть у него там неважно, знаете, что астрология показывает, она показывает, что у человека успешный период, и он может в это время победить. Не важно. Он бы, кстати, победил бы и Порошенко. И поэтому его и убрали оттуда, чтобы он его не победил. Потому что у него показатели более, скажем так, красивые на победу были. И я об этом озвучивал даже, когда еще не знал даже, что там будет тот Майдан или выборы и так далее. Ну, почему убрали, мы не говорим. Мы сейчас говорим, дорогие друзья, все-таки хочу повторить. Это прогноз вот там оттуда, сверху, а не анализ ситуации, почему был вставленник один или убран другой человек. Андрей, вот нейтральная такая. Да, мы закончили с финансовыми. Нет, Майдан, так я как раз и объясняю, что вот этого, мне не хватило квалификации увидеть, что такое может быть, что он с президентской гонки уйдет на пост городоначальника избираться. Но я видел, что в этот период, где бы он кем ни избирался, он побеждает. Понимаете? Вот так же и здесь. Если все остается вот так, как есть, побеждает Дональд Трамп. Это мой прогноз. Ну, на основании моих расчетов, которые я вот опубликовал, уже не первый год это рассказываю об этом. Если какая-то фигура третья выйдет, там, конечно, я допускаю эту мысль. И допускаю мысль, что у третьей фигуры может быть еще супер показатели на победу. Но я этой третьей фигуры пока не вижу. Гороскопа его я не знаю, поэтому... Понятно, понятно. Это только знают, да. Парапсихологи, сновидящие, маги, волшебники, медиумы и так далее. Ну, сегодня, дорогие друзья, повторю, мы беседуем с руководителем астрологической школы Андреем Бухариным, астрологом, который видит только то, что вот там, что-то там вот. А анализ это дело уже другого, скажем так, представителя, которого мы пригласим, может быть, в следующий раз в эфир. Андрей, опять же, вот по погоде, что-то волнует погода. Как насчет малого ледникового периода, который вот пишут некоторые... Я уже ответил на этот вопрос. Я уже ответил, что Западной Европы, вот исходя из графиков акций на Газпром, очень похоже, что они ждут малого ледникового периода и планируют на этом очень хорошо заработать. Вот если так, с таким немножко... Знаете, примерно лет, не знаю, 10 тому назад, больше, наверное, есть такой человек в Соединенных Штатах, предсказатель. Его зовут Майкл Скеллион. Он живет, по-моему, где-то в Арканзаче. Я читал. Читали, да? Вот он сделал две карты. Он сделал одну карту мира после всемирного потопа. Да, 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 да. Так скажем. И вторую карту мира, ну, условного, всемирного потопа. А вторую карту Соединенных Штатов Америки он сделал. Других стран, я не знаю, все-таки американец, да? Поэтому там было достаточно серьезное. Пока этого не произошло, слава богу. Надеемся, что в ближайшее время не произойдет. Но если мы говорим про Европу, то таких стран, государств, как островов, как Англии на карте не было. Поэтому, ну, где-то я читал когда-то, они облюбовали некоторые там страны европейские, которые не находятся там в районе океана, в зоне затопления. Да, в частности, это бывшая Югославия какие-то. Поэтому там происходили какие-то, вот, скажем, такие военные конфликты. То есть борьба за зону, скажем, влияния там, чтобы, ну, если произойдет, как бы, ну, еще раз, мы этого не можем предположить. Если говорить о Соединенных Штатах Америки, то там на карте Калифорнии не было, на самом деле. Там вообще одно большое море какое-то было у него. Ну, там очень большая зона затопления у него была. Да, ну, если говорить о европейской территории, там, где находится бывший Советский Союз, то там... Там тоже Сибирь у него была затоплена, я помню. То там, да, то там Беларусь, Украина, Польша, Болгария, скажем, там вот эти... Уральские горы, как бы, наверное, были Карпат. Да, а Сибирь, а Сибирь, кстати, там яблони будут везти. Так теплеет, я же вам говорю, это же не просто сейчас климат теплеет у нас здесь, это факт. Именно там, как бы, такая зона, ну, еще раз, мы не знаем этого сегодня, мы уже спекулируем на этом. А когда произойдет, тогда произойдет, ну, мы, так скажем, поэтапно будем подходить. Можно технический анализ сделать по акциям Газпрома и посмотреть, когда... Потому что там фигура Клин формируется и когда она пробьет, уже три года формируется Клин восходящий. Я сделаю, просто мне надо знать, как... Прямо ссылки там. Я не слежу. Прямо ссылки там. Прямо ссылки там. Я сделаю графики. У меня есть и по золоту, и кому интересно. По нефти, по евро я, собственно говоря, участвую. И сегодня только урок провел в реальном времени. Маркет открыт, биржа открыта, уже 40 минут примерно. Андрей, ну, тогда, я думаю, нам надо заканчивать, если только вы не хотите что-то еще добавить, нам что-то пожелать. Хорошего... Ну, я хочу хорошо пожелать. Потопы там какие-то. Знаете как, я можем такую традицию сделать. Я могу на дни, на эту неделю, скажем, такой экспресс астрологической рекомендации сказать. Ну, интересно. Ну, в целом, неделя, она... Вот сегодняшний день очень хороший. Где-то до 10 московского времени. До 22 часов. То есть, пересчитывать еще часов 5 еще благоприятный период. Хороший для чего? Для контактов, общения, переговоров, для получения важной информации, для подписания документов, для коротких поездок. Потом будет такой благоприятный период хороший. Это практически завтрашний день, хотя там будет 15-й лунный день. Но, в целом, вторая половина завтрашнего суток, после 15 часов, значит, по-московски, это где-то после 12 по Гринвичу. В принципе, день хороший для занятий спортом, для работы с металлом, для активной деятельности, для проявления конкурентных предпринимательских способностей. То есть, они будут очень успешными. Вот 18-го числа надо уже себя немножко беречь. А, и перед этим 17-го хороший день как раз для инноваций, перестроек, ну, скажем, таких конструктивных революций. Для работы со всем новым и, кстати, для покупок хорош радиоэлектроники 17-го числа. А вот кризисные дни, это 18-й кризисный день, причем он практически весь конфликтный. Я бы рекомендовал вообще в ночь с 18-го на 19-е, но это по европейскому времени. Вы знаете, вообще опасности, то есть, по-московски, если так смотреть, до обеда день очень кризисный. Опасность, берегите сухожилия кости, не нарушайте законы, препятствия. Кстати, это один из показателей, что рынки пойдут вниз. Там разворот идет и полмолуния, как бы фаза наступает. И пошли негативные аспекты Луны, то есть, трейдеры, значит, будут эмоционально неуравновешены. 18-го, да? Да, 18-го числа, это уже, то есть, до 18-го числа, как бы, рост идет рынков с 18-го. Вот по поводу индексов, то есть, я склоняюсь к тому, что 18-е августа, 18-е, 19-е, это один из рубежей, ну, скажем так, смены тренда, и в нефти тоже. Кстати, нефть тоже посмотрим, потому что она как раз начала расти, вот последний отскок начался ее, ну-ка посмотрим, ровно ли там, не точно ли, начало 2-го августа, ровно в новолуние, цикл от новолуния к полнолунию, помните? То есть, он будет расти, скорее всего, до полнолуния, как раз 18-го числа, и посмотрим, здесь перелом очень может произойти, между прочим. Я хочу добавить о том, что я вращаюсь в тех кругах, которые, скажем, не публикуются, им это не надо, и прогнозы, но это не прогнозы, это, в общем-то, если, не знаю, 90% этого, то это не прогноз уже, это реальность. Так вот, действительно, 18-е число, то есть, понедельник, вторник, среда, это дни подъема, и на повышение индекса и будет, я могу даже цифру назвать, если мы говорим о индексе 500 крупнейших корпораций Соединенных Штатов, то есть, по сути, экономика Соединенных Штатов, кстати, не индекс Dow Jones, там всего 30, то сейчас 21.86, прогноз 22, 22.04, то есть, это еще совсем немного, и вот мы к этому пункту идем, то есть, вот я, к примеру, так сказать, в этом участвую, я вижу, куда мы идем, мы идем вверх, да, но три дня, после этого будет действительно падение, как глубоко, как долго, мы пока не знаем. С отменением идет и препятствие, почему в сентябре будет, кстати, сентябрь, это как раз вот месяц препятствий будет идти, то есть, рост пойдет с последних чисел сентября и первых чисел октября, там благоприятный начнется период, а вот все-таки за 100 час он начнется сворачиваться, скажем, скорость падения рынков, и акции, кстати, ведущих компаний тоже можно посмотреть, они сейчас будут падать, раз рынки будут, они же тоже участниками являются, то есть, вот так, то есть, значит, что рекомендовано, можно фиксировать прибыль где-то вот 17-го числа и открывать на продажу? Совершенно верно, это были мои рекомендации тем людям, которых я, так скажем, обучаю, да, да, я об этом говорил еще месяца, несколько месяцев назад, то есть, циклический и так временной период благоприятен до этого времени, потом вот август-сентябрь, это давно уже было известно, в начале года, они неблагоприятные, потом будет опять всплеск вверх до примерно выборов, и вот когда будет уже известно, кто там чего-то там победит, во всех вариантах, кто бы не победил, то ли Клинтон, то ли Трамп, Трамп в большей степени, кстати, Трамп революционер, революцию у нас не любят, революционеры, там, Фидель Кастро, вот родился там, к примеру, фантасты различные, у них какие-то идеи, вот такие вот, завихрения, это ведическая нумерология, в большей части, и вот в это время будут происходить какие-то действительно серьезные события, и Трамп в большей части он революционер, то есть, при его победе будут серьезные какие-то перетурбации, и оно может полететь по страшной силе. Дорогие друзья, давайте мы все-таки на этом попрощаемся с Андреем Бухарином, мы с Аватаром благодарим вас. Я тоже отклоняюсь, благодарю всех за внимание, желаю всем счастья, здоровья, удачи, успехов, благополучия, духовного роста, прорвемся. Субтитры создавал DimaTorzok